От героев Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей и травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю Хоть тем лет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни с пути свернуть Мальчишкам нельзя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 году и в сорок первом году в конце ноября поэтому вот такая маленькая история и зажигай сейчас у друга зажигать ну все тогда будем поминать в общем тогда хорошо вот ведь как имен больше 1000 кому еще свечку тогда давайте мои хорошие свечку держи давай зажигай у нас еще без свечки у меня свечку все ну уже все ну давайте мы церковь и от у нас там повернемся и куда будем молиться так юля а а а а а а а Смертью смерть поправ, Исучим в гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исучим в гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исучим в гробе живот дарова. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, Отчести грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, Святые пости и исцеление, Мощи наши, имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, Пресвятый в гробе живот дарова. Господи, Христи на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, Будет воля Твоя, якобы на небеси, на земле, Хлеб наш наш наш, ушли дашь нас вниз, И оставь нам долги наши, Христи мы оставляем должником нашим, Не види нас во искушение, Но избави нас от лукавого года. Дие годы из царств и силы и слава Отца и Сына Бискан, До гадуха да небристам, и вовеки веков. Аминь. Гваз восьми, аллилуйя, 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 Блажен я, безбрал и приялся годской памяти, Крот, городовые благорятства, Володь и благоряда Твоя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зарик, а? Вам прям по могилкам скоро пойдет. Давай я начну так, давай. Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Какие великие слова! Потрясающие! И вот они казалось полегли на этом святом месте защищая Москву когда в ноябре в ноябре 1941 года был такой рекрет что не шагу назад поэтому у них был приказ только один не пропустить врага этой дорогой либо победить либо умереть но приказа назад не будет приказа отступать не будет потому что тяжело потому что опасно что там дождливо как Господь упустил чуть-чуть а в 1941 году в ноябре месяце были уже морозы здесь было все в снегу согреться было негде вот он место где можно было согреться блиндаж те бревна среди которых электричества не было и когда немцы подошли ну понятно что здесь простреливалось все вот мы сейчас стоим спокойненько живого места не было вот живого места не было все насколько было открыто березки я думаю что они после войны уже выросли этих березок не было они были на вот этой высоте почему потому что чего высота длинная называется или длинная вот она видите какая она кругом вот здесь высота и поэтому оборону по этой высоте держать было хорошо потому что войска если подойдут обнаруживаться по дорогу захищают они постараются окружить это подразделение да и расстрелять вот там сразу поэтому всю вот эту высоту они по виду окопали и здесь как бы стояли насмерть вот на эту территорию но дорогу они не пропустили мы знаем что после того как они дорогу отстояли началось контрнаступление и войска уже через в декабре месяце в начале декабря до 10 декабря они уже были отброшены ушли вперед на 150 километров от Москвы и вот поэтому все вот это место по которому мы ходим мы должны понимать что оно все залито кровью здесь живого места нет вот мы сейчас начали когда Олег говорит давайте надо как переписать поименно перечислить а вот по 3 считать а их здесь тысячи вот на этом плотке вот представьте тысячи воинов вот у нас горточки сейчас а их тысячи вот сколько их здесь было и мы знаем что не только в 41 году но и в 812 году вот так же наши так сказать солдаты защищали Москву на этих обижах и так же полегли здесь и вот поэтому мы с вами потомки вот приехали сейчас по минуте а мы знаем вот мы сейчас их поминаем а они с нами до тех пор пока мы помним до тех пор пока мы молимся о них жива Россия почему потому что мир видимый и мир невидимый они соединены неразрывными нитями и где начинается другой и оканчивается первый мы не знаем с вами это грань условная и поэтому все войны которых мы с вами вспоминаем сегодня они все с нами и все сорадуются потому что если никто не приедет через какое-то время знаете как память разрушат да вот тогда будет тогда будет тяжелейшая ситуация поэтому детей привезли сюда чтобы они прикоснулись к этому месту чтобы они почувствовали теперь дорогие мои я хочу вам сказать мы сейчас наверное вот на этом месте обоснуемся то есть не пойдем туда к машинам кое-что сейчас еще сделаем с вами потом у нас будет небольшая культурная программа но она не развлекательная мы приехали не развлекать сейчас мы приехали поговорить об этом осмыслить это понять почувствовать и воздать долг памяти тем кто здесь остался на этой высоте вот поэтому прошу мне нужно будет два мужчины Никита чтобы сюда подошел так ну кого еще там ну давай ром алтарник давай пойдем мы им такую миссию какую-то поручим сейчас мы сходим туда и кое-что принесем давайте четыре мужчины пойдут с нами хорошо а все остальные оставайтесь можно походить прекрасно вот сейчас и потом мы продолжим хорошо для того чтобы оставить себе немного маленькую память мы сейчас будем об этом месте я вам одну из песен спою там есть такие слова там дивные песни птицы поют гнезда с любовью в местах этих пьют могила укрыла трава мурава устал молкает ненужные слова и вот мы как бы забили а были здесь и вот скворечники сделать вот сейчас сделали скворечники и оставим им чтобы птицы всегда пели им песни здесь на этих захоронениях помоги господи да да может у нее не очень топ она на лестнице вообще-то ребенок не сможет он держать скворечника забить сейчас мы два человека мужчины встают один мужчина залезает на плечи к одному из другого мы просто стоим все подают скворечник здрасьте я встаю кто может забраться я заберусь давай заберем мы сделаем а может кто-то может на руках подожди иди сюда вы заберете конечно это чтобы вас поддерживать я вас буду придерживать мы присядем мы присядем давайте давайте просто присядем сейчас держи я обопрусь когда ноги так можно поднимать о молодцы давайте хорошо 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 поднимись о так не торопитесь подождите сейчас я пустой чью возьму ты же херовину батюшка понятно так и полез молоток даем так давай еще да а потихонечку опускаем поднимаем поднимаем ребятки дайте мне точку опоры плечи плечи свои плечи подставь второе плечо плечо назад вот 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 все оп все получилось мы честно не знали как это будем делать поднимаем 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 ну давайте так опять хорошо а вообще туда ее сделаем в том направлении а юг туда а скорейшники на юг должны смотреть поднимаем прям все равно абсолютно не заблуждайся им без разницы так ну что мужчины давайте сюда дубль 2 кончик как вешать прям вот так вот сюда смотрел я бы придумал вот так молоток давайте сейчас похоже на послушай сделай наоборот стук поднимаем шли и с в 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну сейчас все соберутся сюда Ну вот я хочу слово предоставить Субтитры делал DimaTorzok Вот это она ездила в эти места, а потом заблудилась здесь И когда заблудилась попала вот на это место Вот поэтому похоже она меня привезла сюда, она как бы так сказать рассказала, засняла первый фильм об этом месте вот, а теперь уже приехали мы с вами вместе вот ты расскажи об этом, а я тебе немножечко помогу Лег 6 назад я ехала за цветами для храма здесь есть такое местечко Тетеренка и там я покупала всегда цветы и проехала тот поворот на Тетеренке и вот еду, еду, вижу танки стоят, ну ничего себе, танки привезли, зачем? Год назад была, не было ничего, сейчас танки стоят, дальше еду, часовню поставили, ничего себе, за год и часовня выросла, это как так может быть? Ну думаю, в наше время все может быть Дальше еду и упираюсь в поселок дачный, и дороги дальше нет, ну мне пришлось развернуться, думаю, значит я неправильно поехала, разворачиваюсь, нет, не могу проехать мимо, остановлюсь, посмотрю, что же это такое И вот я зашла когда сюда, через окопу, здесь вот машину поставила, через окопу, блиндаж, блиндаж, окопы, но я понимаю, что окопы выкопаны сейчас, показано, что как оно было раньше, поэтому их выкопали Вот я здесь хожу, когда на могилу пришла, посмотрю, какое количество этих ребят погибло, соловьи поют, солнце светит, и я одна, ни одной машины, ни одного человека, никого Вот так я иду и думаю, внутри все дрожит, думаю, как будто в зазеркалье попало, сейчас как начнут снаряды здесь вот рваться, а я одна среди вот этого вот, всего в этом поле, где вот эти вот бои проходили То есть вот таким образом я попала сюда, и внутреннее состояние было, конечно, потрясающее Ну, немножечко засняла на телефон, вот, а потом батюшку сюда привезла, батюшку привезла, говорю, не могу, поехали И тоже очень хит, вот здесь послужили Ну, мы тогда одни были Да, народу нет, когда, конечно, когда, если даже вы приедете сюда, один, вот один, да, один-два человека, внутреннее состояние другое Когда большое количество, оно все-таки отвлекает Я хотел бы попросить ее, она мне вчера потрясающую историю рассказала, чтобы она вспомнила о тех поисковиках, которые раскапывают воинов И вот ту историю, которую я вчера рассказал, я вчера удивлен ей, потрясающая история просто Ну, мы на машинах так периодически ездили по святым местам И вот в одной машине с друзьями ехала я, дочь и вот Наташа Ульянова И бабушка, Наташа Ульянова, это бабушка, вот сто... Ну, и женщины-воина, которой сто лет, и мы ее недавно отпевали в нашем здании Больше ста лет Больше ста лет, да Мы ее отпевали И когда проезжали, деревня называется Мясной лес или Мясной бор, вот что-то такого И я такая, почему Мясной? Как это деревня Мясной? Вот... И Наташа попросила остановиться, Володя, он говорит, пойдем Там вот сохранение такого плана, вот что-то было, но не было ни часовинки, ничего Просто вот могилки, могилки, могилки И не то, что могилки, а именно вот холмы такие И когда мы там были, а нас было человек десять, машина останавливается, и подходит человек Седой такой весь молодой И Наташа с ним заговорила, он говорит, это... Он поисковик, вот, и он рассказывает, и показывает фотографии этого леса, этого города, да Где они раскапывают это вот все Дело в том, что лес этот огорожен, и туда доступа нет до сих пор, никому, запрет На 9 мая, 9 мая, 8, 9, 10, они организуют экскурсию Сажают на машины людей или на телеги, в зависимости от похода И вывозят в лес и показывают, что там есть То есть там останки оружия большое количество, в большом количестве Вот они солдатиков оттуда изымают, а все остальное, вот, все, все это там в лесу Он рассказывает, занимаются уже давным-давно, и группа у них была И вот они выехали не так давно И на какое-то место, по-видимому, они попали, такой вот, не очень И у парня не выехали все, а в своем уме То есть в поле, вернее в поле, как в облице, он умирает То есть мальчик, который занимался раскопкой вот этих захоронений Захоронений, да Не выдержал сердце в одном месте, и он умер на раскопках И мама, похоронив его, похоронить его, она занимает место его И она говорит, вот, ну, он показывает эти фотографии Вот парень, вот мама Она говорит, с нами ездит Она продолжила то, что не смог сын Да Мы, ее в лес не на раскопки не выносим, не выводим, не выводим Она нам кушать готовит Чтобы у нее, вот, она не смогла переживать то, что переживаем мы каждый раз Вот И это где-то недалеко от Москвы По дороге Москва-Петер Называется лесной город Там погибла вторая, вторая армия Пятьдесят армия, вся полегла Пятидесятые Пятидесятые Ну, не помню какая армия полегла вся Из нее вышло двадцать пять человек Из-за этого Армия это приблизительно сорок восемь пятьдесят тысяч И из них, значит, вот эта Ольга, бабушка ее И Брежник, тоже участвовал в области То есть, вот, он был с ними, она, бабушка, рассказывала про Брежнию, что вот она с ним воевала Именно вот на этом в лесном обороне Так получилось Никите, поможите, да? Поближе Ага, поближе, давайте А не под дождь Батюшка, вы прям как угадали Я только хотел сказать, Батюшка, а вы не споете военную песню? Я споенную песню, да Ну вот, после того, как побывали с матушкой здесь, потом родилась эта песня Она написана Так вот, знаете, как неожиданно То, что там специально я что-то напрягался Заставлял как-то себя там Все это нужно во что бы то ни стало сделать Нет, это вот такое вдохновение Поэтому вот послушайте, что из этого получилось Ага, поближе Ветры вдыхают Ветры вдыхают Память хоронят Ухом пусть будет Вон это Земля Прими их родная Матерь Земля Дивные песни Птицы поют Гнезда с любовью В местах этих вью Могилу Крыла Трава Мурава Уста умолкают Ненужные Слова Святой безмолвья Бьет, как барабан А рядом солдаты Стоят Стоят Готовы не дрогнуть Кринуться в бой Родину мать Защищая Собой Тебя и меня Защищая Защищая Собой И стоим В молчанье Перед боем Вечность смотрит Встретились Глаза Не волнуйся Не волнуйся Ярко Солнце Светит Надо мной Боже Боже Дай им Света Твоё Боже Дай им Света Твоё Боже Годы Пролетят Махнут Рукою И порою Будет Не до сна И если Позабудем Мы с тобою Позабудем Небо 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 Ну вот песня написана в этом месте, вот, сейчас мы говорим, а теперь хотел бы мне вам спеть песню, которая недавно была написана, она как бы написана вообще о русских солдатах, и вот здесь, в этой песне, как бы отражаются наши чаяния, потому что лучше в Царстве Небесном пожелать воинам ничего нельзя вообще, вот пою песню, да, говорю, Боже, дай им света Твоего, а сам вижу свечку, которая горит, чувствуете, когда Боже, дай им света Твоего, поэтому вот тем светом они живут, который живет в памяти нашей, в сердцах наших, вот, дай Бог, чтобы так было дальше. Пусть песни молитвами станут, и в России их запою, и сил даст Господь для победы, и залпами вспыть салют. Солдаты, солдаты, солдаты России, суровая долюшка, Солдаты, солдаты России, могилы безмолвные, Солдаты, солдаты России, нам говорят, мы Родине верой и В храмах победный слышим набор, Вы крови багряной Россию овыли, поклон тебе низкий, русский солдат. Солдаты, солдаты, солдаты России, Великая вера не Воспослана, нам. Шагнули вы в вечность и победили, Царство небесное, Дай Боже вам. На Спасскую башню ударят куранты, И солдаты рекуя воскликнут Ура! И стрижи вознесут, Небо знамя России, Бог бессмертный восстанет, Мы в строю навсегда, Мы в строю навсегда, Мы в строю навсегда, Они с нами, Они готовы прийти на помощь России, Нам только нужно быть достойными этой помощи. Вот больше ничего не нужно. Достойными этой помощи. И поэтому, когда мы вспоминаем Евангелие и беседу перед крестными Страданиями Господа, И на Тайный вечере Он говорит о том, Что ему предстоит пострадать, Апостол Петр говорит, Да не будет тебе этого! То есть, с такой болью внутри, Он кричит буквально, Да не будет тебе этого! И вдруг слышит слова такие, Не отойдет меня, Сатана, ибо ты мне соблазн, Или я не могу умолить от Самую Небесную, Он предоставит мне больше, чем двенадцать легионов ангелов. Вот эти строки мимо нас пролетают как-то так они часто. Какие легионы? Какие ангелы? Легионов шесть тысяч. Двенадцать легионов. Двенадцать легионов. Семьдесят два. Семьдесят две тысячи ангелов. У гроба Господня сколько ангелов явилось? Два. Один. Всего один. Его задача была отворить камень от гроба Господня. И убрать стражу оттуда. Никого не трогать. Никого не трогать. А там был взвод римских солдат. Приблизительно. Потому что боялись. Ученики придут, украдут тело. Там и привалили. Второй камень. Печать поставили. Римских солдат поставили. Там целое подразделение воинское было. И вдруг мы в Англии читаем. И стража в страхе разбежалась. А что это они побежали? Герой Рима Лангин. Который последний пронзил копьем спасителя. Которого лично Кесарь знал. А за оставление поста. Смертная казнь. Со словом римской печати. Голову отрубали сразу. Куда они побежали-то? Что произошло-то? Их же казнят. Их убьют. Почему инстинкт самосохранения не сработал? Да они там столкнулись с таким беспрецедентным явлением. Воскресение Господа. Что инстинкт самосохранения просто не сработал и все. Вот и все. А если бы ангел воевал? Ушел бы оттуда кто-то из римских войн? Никто бы не ушел. Все бы там остались. Я к чему это говорю? Войны никуда не ушли. Они с нами. Нам нужно быть только достойными этой помощи. Достойными помощи неба. И поэтому что тут происходит вокруг? Какие замыслы там глобальные вокруг нас существуют? Помните, что с нами небо, с нами войны, с нами Господь. Вот и все. Мы превью их сейчас боимся. Мы эпидемии боимся. Правильно делай. Мы же люди. И природа, конечно, наша, так сказать. Инстинкт самосохранения срабатывает. А как же здесь войны-то будут? Под пулями, в мороз. Согреться негде. Нет никакой возможности абсолютно. И выжить. Чудо должно произойти, чтобы кто-то выжил из них здесь. Я специально убрал что-то где-то. Чудо должно произойти, чтобы выжил кто-то из них здесь. Я вам сейчас еще последнюю песню спою, потом Андрюше передам слово. Меня беспокоила такая тема, как коснулась сердце мысль. А о чем думает солдат перед атакой, когда осталось десять минут до атаки? Что в нем происходит? Ну понятно, стрелять сейчас предстоит, сейчас воевать предстоит. Что он переживает внутри в это время? Ведь там свершается величайшее событие внутри него. О чем он думает? И вот эту тему, поэтому была написана песня, я сейчас ее исполню. Все готово к атаке. Господи. Еще десять минут. До земли ты грешный. Безутешно. Уйду. Улетят бесконечности. Грех души и мольба. И откроется вечность. И начнется стрельба. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сыне Божий, помилуй нас. Замелькают в прицелах Сыновья и отцуи. Содрогнутся иконы И заблещут венцы. И солдаты уйдут. Смерти глянем в глаза. За багряную кровью прольется слеза. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сыне Божий, помилуй нас. Сколько их безымянных, что ушли не дожив. Молодых и влюбленных, умиравших за жизнь. И кричит мое сердце в благодарной мольбе. Протяни руку Божьей. Протяни руку Божьей. И в небесной судьбе. Протяни руку Божьей. Нам умолк не объять. Солдаты наденьте свои ордена. Доблестью вашей. Жива Русь. Жива Русь. Русь, жива Русь. Русь, жива Русь. Русь, жива Русь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Незнакомого поселка на безымянной высоте Слетилась падая ракета Как загоревшая звезда Хоть однажды видел это Он не забудет никогда Он не забудет, не забудет Атаки яростные те У незнакомого поселка на безымянной высоте У незнакомого поселка на безымянной высоте Над нами мессеры дружили И было видно, словно днем Но только крепче мы дружили Под перекрестным арт огнем И как бы трудно ни бывало Ты верен был своей мечте У незнакомого поселка на безымянной высоте 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 КОНЕЦ Я сегодня до зари встану, По широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, То, что было не со мной, помню. Бью до щинки по щекам палы, Для вселенной двадцать лет мало. Даже не был я знаком с парнем, Обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, Просыпаемся мы, И грокочет над полночью. То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгая, Ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй, За себя и за того парня. И я тяжести такой тормлюсь. А иначе жить нельзя, Если все зовет меня его голос, Все звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, Просыпаемся мы, И грокочет над полночью. То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны. А степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, Просыпаемся мы, И грокочет над полночью. То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, И грокочет над полночью. То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны. По бухгам. То ли эхо пошедшей. Подпишемся мы, Субтитры создавал DimaTorzok